В минувшую неделю объявленную нерабочие сотрудники госавтоинспекции особенно тщательно следили за автовладельцами. Не остались без внимания и жилые зоны. Инспекторы провели профилактическое рейдовое мероприятие под названием «Жилая зона». Вместе с патрульными в рейд отправилась и наша съемочная группа. Сегодня в поле зрения сотрудников попадут те водители, которые осуществляют сквозной проезд через жилую зону, а также которые превышают скоростной режим на данных участках, а также водители, которые нарушают правила остановки и стоянки транспортных средств в жилой зоне. Уж сколько раз твердили миру. Твердили преподаватели в автошколах, неоднократно повторяли автоинспекторы. Да только, как и в басне, все не впрок. Постоянно находятся любители сократить свой путь не по правилам – через двор. Более того, некоторые водители и вовсе не подозревают, что такой прием – самое настоящее нарушение. Ладно, руку с правом принимаем, восстанавливаемся. Наш инспектор на поезд «Петров». Причина остановки. Документы ваши предъявите, пожалуйста. Причина остановки, что совершили сквозной проезд через жилую зону. Теперь этот водитель поплатится штрафом – полторы тысячи рублей. Плюс придется пожертвовать временем, необходимым на составление протокола. Цель рейда – не только выявить нарушителей, но и напомнить, что маневры и езда не по правилам могут представлять опасность для окружающих, особенно в жилой зоне. Госавтоинспекция города Нового Ринго призывает всех автовладельцев соблюдать правила дорожного движения. При въезде в жилую зону нужно заранее снижать скоростной режим, потому что на дороге могут неожиданно оказаться дети. За непродолжительное время, проведенное нашей съемочной группой в компании инспекторов ДПС, список нарушителей дополнил поклонник парковки в запрещенных местах, а также водитель, не уступивший дорогу пешеходу на переходе при выезде со двора. За 10 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено более 80 нарушений правил, установленных для движения транспортных средств в жилых зонах. Дарья Варшавская, Николай Александров, Служба новостей «Импульс».